добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы шавуатов хорош хорошей недели наша сегодняшняя глава называется лех леха иди себе или иди к себе так переводят наши мудрецы и написано и сказал всесильный аврам уходи из земли твой из страны твоей из дома отца твоего в страну которую я укажу тебе и я сделаю тебя народом великим благословлю тебя и благословятся тобой и потом снатоим все народы земли и благословлю благословляю тебя а хулящего тебя прокляну такие слова а врагам будущий врагам сейчас вот аврам написано и пошел аврам как повелел ему бог пошел с лот сразу написано аврам был 75 лет когда вышел он из хорана и взял аврам сарай жену свою и лота племянника своего и все души все достояния которые добыли в хоране и пошли в страну к нам но мы с вами зная что тора кратко пишет зачем два предложения писать пошел аврам пошел с ними лот а потом написано пошел аврам лот ра и все вместе что это такое и интересно рабей на урагам ибн эзра разбирая это место он говорит что перед тем как пойти аврам взял лота и они пошли на разведку вот они идут на разведку он не хотел рисковать сразу семьей это было его испытание первое по одному измене что это было его первое испытание и вот он идет и интересно что когда они прошли часть своего странствия то написано пришли они в одно место и всевышний разговаривает с аврагамом он там приносит жертвы приносит животных режет их пополам птиц приносит их не режет и напал на аврагама будущего сон видение всевышний говорит что потомки твои будут 400 лет унитать их будут чужой стране 400 лет а потом выйдут с большим достроением достоянием большим так так когда мы знаем что колено эфраима выходит из египта то они ошиблись 300 тысяч сыновой эфраима вооруженных выше из египта за 30 лет до выхода из египта всевышний мне говорил очевидно они посчитали эту дату разговора аврагама со всевышним здесь авраму 70 лет они видно прибавили 400 и получается что вышли на 30 лет раньше из египта но всевышний говорит что потомки а потомки когда аврагама были когда ему исполнили 100 лет прямой потомок твой исхак и вот отсюда если бы прибавили бы 400 то тогда будет ровно 2448 год когда мы должны выходить из египта вот поэтому у нас есть дата 2448 год да всевышний сказал что 400 лет нас будут угнетать но всевышний не всегда делает то что он говорит то что хорошее все четко сбывается даже лучше что говорит страшное наказание кейта он это или не делает или уменьшает он хочет чтобы мы просто раскаялись и не было этого то что он нам говорит он не хочет этого и действительно он дал аврагаму исхака который все 180 лет был праведником прожил в стране Акнаан никуда он не ушел естественно ни о ком рабстве ни о ком египте не могло быть даже и речи после этого Яков у исхака когда ему стало 60 лет у него родился Яков пока Яков не исполнилось 130 лет ни о ком рабстве быть не могло и речи даже когда Яков пришел в Египет он там жил 17 лет с полными почестями ни о ком рабстве не могло быть и речи мы уже в Египте но ни о ком рабстве не идет речи когда такие праведники в стране даже речи быть не может даже Нил поднялся навстречу Якову и голод тут же прекратился после этого наступает время Йосифа пока Йосиф 40 лет был правителем страны ни о каком голоде ни о каком ни о каком рабстве не могло быть и речи после этого он был 40 лет фараоном ни о каком рабстве у еврейского народа будущего не могло быть и речи и даже когда умирали последние из братьев 12 колен ни о ком рабстве не было речи единственное нас обложили налогами после смерти Йосифа и только когда умирает Льви вот только тогда пошел разговор о рабстве и оставшиеся из 400 которые Всевышний говорил 116 лет но тут мы сами виноваты как мы себя вели в Египте мы были рабами 116 лет то есть Всевышний почти в 4 раза уменьшил то что он обещал наше испытание в Египте тяжелое так вот вот теперь у нас есть четыреста тридцать лет от разговора Аврагама со Всевышним заключается совет между половинами завет Всевышний заключил с Авраамом через четыреста тридцать лет как пишется в книге шмот что мы вышли из Египта четыреста лет это надо отсчитывать от рождения Ицхака вот через четыреста лет мы уже выходим из Египта если взять учесть что Ицхак родился когда Авраму было сто лет вот так арабам были 116 лет всего в Египте мы прожили 210 лет вот так такой у нас идет подсчет поэтому в 70 лет Аврагам идет на разведку через пять лет они слотом вернули все-все проверили и тогда он понял что можно брать семью и тогда он уже берет в сарай жену свою лота племянника все души которые одобыли в Харане и тогда пошли уже дальше в страну Кнаан а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души Владимир бен Григорий Павел бен Ефим Самуил бен Герш Хаем Алкабад Йосиф Мирабад Аврагам Розабад Михаэль памяти Ури бен Харитон Мендель бен Мендель за здоровье Светлана Батклара Шимон бен Ицхак Борис бен Мария Шимон бен Мира Фейга бен Берта Берка бен Фейга Анна бен Ривка Полина Перв Батсоня Сура Лена бот Клара Женя бот Ида Анна бот Елена Евгений бен Софья Двойра бот Мириам Моисей бен Ева Ирина бот Двойра Йосиф бен Раиса Инесса бот Мэль Евгений бен Берта Евгений бот Ита Фира бот Анна Геннадий бен Елена Леор бен Клара Граждан бен Цара Татьяна бот Фрида Ида бот Рива Вадим бен Татьяна Юлия бот Белла Мазл Парнасас Була Ирина Батури Орона Ребен Ри За хороший дух Орона Ребен Двойра Днис бен Ахум Абигаль бот Сара Проросай Бриют Владимир бен Рая Марина бот Рая Борис бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнаса Кавана Мазл то что мы это время не грешили Учили Тору Всем всего самого наилучшего Шаву Атол До следующих встреч Надеюсь нас состоится завтра 15.30 Шалом Субтитры сделал DimaTorzok